В Ульяновске подвели итоги в сфере образования и наметили ориентиры на будущее. Результаты прошлого года рассматриваются по двум векторам – инфраструктурные и содержательные. Что касается содержательных изменений, то одним из важных показателей стало вхождение региона в 20-ку лучших субъектов по качеству образования. Для сравнения, в 2022 году область была лишь на 59-м месте. Инфраструктурные изменения включают ремонт школ и детсадов, строительство новых образовательных учреждений, а также открытие мест дополнительного образования. Мы создаем и продолжаем новые территории, такие как Айтику, Кванториум, дополнительные места в доп. образовании. Это важный трек, потому что мы сокращаем путь ребенка от урочной деятельности к дополнительному образованию. Тем самым организуем территорию прямо в школе. Одним из ярких событий прошлого года стало открытие ядерного лицея в Димитровграде. Лицей – уникальное по своим масштабам и направлениям учреждения, которое сможет решить кадровые вопросы. Кроме того, в регионе открылось 40 образовательных центров, кванториум, айти-кубы, точки роста. Все они дают возможность к самореализации школьников. И, наверное, это цель школы – создать возможность детям самостоятельно двигаться, достигать успеха. А мы должны подготовить почву для этого. И те проекты, которые у нас сейчас работают, и успех каждого ребенка, и проект «Точка роста», который реализуется в том числе и в нашей школе. На коллегии обсудили вопросы федеральной программы «Профессионалитет». По нему планируют открыть еще пять новых образовательных кластеров. Также на встрече обозначили приоритетные задачи на 2024 год и перспективы развития до 2030 года. Глава региона поблагодарил педагогов за их ежедневный труд и вклад в развитие региона. Ну и завершая разговор об итогах 2023 года, хочу от всей души поблагодарить вас, о вашем лице, все педагогическое сообщество за проделанную работу в прошлом году. Спасибо вам. Лучших сотрудников сферы образования поощрили благодарственными письмами и почетными грамотами. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.